Глава седьмая Книги Иисуса Навина Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. А хан, сын Хармия, сын Завия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им, — Пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, — Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там. Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разграбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом Своим на землю перед Ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, — О, Господи, владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли, и что сделаешь тогда имени Твоему великому? Господь сказал Иисусу, — Встань, для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет Мой, который Я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию, не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи, — Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, — Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и обличенного в похищении заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам Его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству Его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдии, сын Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, — Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви Мне, что Ты сделал, не скрой от Меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, — Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сценарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что Ты навел на нас беду, Господь на Тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем и наметали на их камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня.